Шалом! С вами Рафаэль Перский, посланник Любовьевского арабии Крадема Шеяха. Начался учебный год, и все родители, конечно, волнуются, отправили своих детей в школу, в детские сады. И каждый родитель хочет как можно лучше повлиять, воспитать своего ребенка, приучить его к хорошим манерам, хорошим качествам. Также надеяться на то, чтобы в школе и в садике тоже попались хорошие люди, которые смогли бы повлиять хорошо на наших детей. Мне бы хотелось рассказать одну историю, которая поможет нам понять, и посмотреть немножко по-другому на воспитание. Еще, знаете, воспитание – это как есть бриллиант, у него много граней. Одна из граней хотелось бы мне осветить сейчас. И чтобы это осветить, достаточно рассказать эту историю. Однажды встретились два человека, два еврея. Один был уже пожилой, и он был учителем, учителем в школе. Второй был его когда-то учеником. И когда они встретились, молодой его узнал, говорит, здравствуйте, здравствуйте, учитель. Это была религиозная школа. Его учителя называют Меламед. Здравствуйте, Меламед, вы меня помните? Меламед уже был пожилой, посмотрел на его, говорит, слушай, я не помню, а как твоя фамилия? Ну, человек назвал свою фамилию. Да, фамилию помню. Помню фамилию. Ну, хорошо, а чем ты сейчас занимаешься? Говорит, а я благодаря вам тоже стал учителем, тоже стал Меламедом. И я вам расскажу, почему. Была одна история, которая на меня очень сильно повлияла. Ну, пожилой учитель начал слушать. И вот какая история. Молодой этот человек рассказывает о том, что вы, учитель, помните, что когда мы подходили к бармитве, в 13 лет, нам родители покупали часы. В то время покупали часы. И в нашем классе был один мальчик, которому родители купили в 12 лет часы. И мы, конечно, ему очень завидовали. Этот мальчик ходил, показывал часы. И это было тяжело нам переносить. И вот, в один прекрасный момент, эти часы у этого мальчика пропали. И вы, учитель, просили нас, чтобы мы вернули эти часы мальчику. Но ничего не произошло. Никто часы не вернул. И тогда вы сказали построить со всех в ряд и закрыть глаза. И когда мы все стояли, и мы закрыли глаза, вы прошли и у каждого проверили карманы. И, конечно же, часы нашлись у меня в кармане. После того вы выняли часы из моего кармана и сказали, чтобы все открыли глаза. И еще сказали, что эти часы никто не украл. Это было баловство. И это просто заигрались, и эти часы пропали. Вы вернули эти часы этому мальчику. И сказали, что я вам запрещаю, дети, искать, кто это сделал. Я, конечно, очень впечатлился от этого поступка. Но думаю, ну да, наверное, через день, через два вы меня позовете. И тогда уже скажете какие-то речи о воспитании. И сделаете мне выговор. Но это не произошло. И поэтому на меня это так произвело впечатление, что я решил стать учителем. Теперь вы меня вспомнили? Спросил молодой человек. Учитель посмотрел на него и сказал, нет. Я не вспомнил, потому что я тоже тогда закрыл глаза. Иногда происходят такие вещи. Что нам стоит закрыть глаза. Не всегда. Но когда ребенок – это наше богатство, и мы хотим видеть его в самом лучшем свете, то иногда стоит закрыть глаза.